Он помогал вернуть жизнь и здоровье тяжелобольным детям, работал над новыми методиками, внедрял их в жизнь. Детский хирург-уролог Дмитрий Титов рано ушел из жизни. Ему было всего 38. И в память о нем благодарные пациенты подали заявку на его победу в конкурсе «Спасибо, доктор». Привет. Привет. Ну что, нормально? Да, хорошо. После репетиции пришла. После репетиции? Да. Я готовлюсь к конкурсу. Арине 16 побеждает в вокальных конкурсах. Любит рисовать, занимается рукоделием. Сейчас она учится на первом курсе колледжа. Будет следователем. Разный, интересный, конечно. Вот хотела на медицинский, вообще хотела даже актрисой. Ну то есть я разносторонняя, могу даже хоть кем быть. Два года назад шанс на жизнь ей дали медики областной больницы. В октябре 16-го провели операцию, каких раньше в России не выполняли. Три бригады хирургов работали 14 часов. От начала до конца с пациенткой был ее лечащий врач Дмитрий Титов. Талантливый доктор рано ушел из жизни, в июле прошлого года, в возрасте 38 лет. Он успел выполнить тысячи операций, спасал даже 500-граммовых новорожденных. Использовал передовые методики, которые должны были стать основой докторской диссертации. Заходил в помещение, да, и сразу волна какого-то позитива заходила вместе с ним. Он всегда мог, ну, пошутить, посмеяться, но причем это было очень так, ну, по-компанейски приятно. То есть он никого не высмеивал, да, это все было по-доброму, это все было очень душевно. Я очень хочу себе хирургический костюм, где практически полностью отображен железный человек в полный рост. У меня два мальчика, и все герои, вначале Дисней, потом Марвел и DC, теперь они и мои герои, я знаю буквально всех, но многих цитировать могу. Это интервью Дмитрий Титов дал в июне прошлого года, перед отпуском, из которого уже не вернулся. Когда мы узнали вот такую трагедию, вы знаете, мы себе места не находили. Я вообще плакала, я не могла просто удержаться. Я сейчас даже, вы знаете, говорю о самой, просто, вы знаете, даже слов нет, выразить такую благодарность ему. Я, наверное, всю жизнь буду помнить. Выразить благодарность врачу семья Арины Зенченко, как и многие другие, смогли, направив его кандидатуру на конкурс «Спасибо, доктор». Он спас мне жизнь. Я думаю, что он должен победить в этом конкурсе. Выбрать того врача, который, по вашему мнению, должен победить в финале, можно на сайте Новосибирской областной ассоциации врачей до 8 марта. Наталья Ацопина, Сергей Жданов, Андрей Дулепов. Новости ОТС. Новости ОТС.